Сначала слушаем, зарегистрировано 560 человек. 560 участников, 109 записавшихся выступать. Это, пожалуй, рекорд среди площадок обсуждения. Чтобы задать волнующие вопросы, жители Советского района буквально выстроились в очередь. Проект генерального плана в трех видах я сама лично видела. Это в торговых центрах один вариант, вот здесь я его видела, знакомилась, и также в соцсетях различные планы. Скажите, пожалуйста, будет ли дорога в Больших Клыках через зеленую поляну, рыбная, с выходом на магистральную? Оказалось, эти улицы для строительства дороги даже не рассматривали. Пользуясь случаем, разработчики обратились ко всем канзанцам. Генплан все время дорабатывается и будет доработан после наших с вами разговоров. Вы видите, четвертый вариант генерального плана, там или очередной. Пожалуйста, только не смотрите в соцсетях. Я что только не вижу в соцсетях, и к нам приходят люди, которые неизвестно откуда какие-то взяли документы. Красные линии через общественные слушания – тема этих самых красных линий. В поселке Вишневка, например, они прошли через 120 домов, жители которых боятся сноса своего жилья. Я получил бумагу из проектного института о том, что я вхожу в красные линии. Я живу в цементе сейчас, я не могу отделать. Я на сколько лет повесился сейчас на эти красные линии? Да, красные линии, да, наверняка их устанавливали с некоторым запасом. Это всегда делается таким образом. Что нужно сделать сейчас? Нужно сделать новый проект планировки вашей улицы. И сократите красные линии с тем, чтобы вы жили спокойно. Это можно сделать, это реально. Обилие новых автомобильных дорог вызвало и другой вопрос. Почему бы не развивать метрополитен в сторону квартала или Азина? Если бы было какое-то замкнутое кольцо, или отведены еще дополнительные ветки, оно бы тебя не просто оправдало, оно было бы выгодно для города. И я уверена, что вот эти вот дороги, которые планируют строить, они бы вообще не понадобились в таком обширном виде. Мы вот со слезами на глазах сделали рекомендацию, что не строить метро в ближайшие десяток лет, а тратить деньги в основном на наземный транспорт, скоростной трамвай. Но в генплан весь метрополитен заложен, будут деньги, он будет строиться, я вас уверяю. Собрания продолжают идти дважды в день в разных районах города, а план с учетом этих обсуждений постоянно перерабатывают. Зарегистрироваться и высказать свои предложения может каждый казанец. Слушания идут до 6 июня. Лена Зинатольевна, Морадзея, Дулин, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова